Это или нет, я тяну, не знаю. Да, да. Щелкнуло? Да, один раз только. Один раз? Да. Это плохо. Я бы не дотянул или что? Нету? Один раз. Все, второй раз. Так, подожди-то. Так, подожди-то, непонятно где. Так, там включи тот фонарь еще. А кто звонит-то? Это я звоню. Султан. Ты один? Да, я один. Так я же говорил, не звонить, пока внизу не напишите, я дома или нет. А я написал внизу. Но я и не ответил. А, нужно подождать, да? Конечно. Я сказал, не чаще, чем в неделю один раз запрос сделать. А, ну да. Это очень неудобно. Так. Ну раз зашел, уже все на будущее просто имей. Отец-то где? А он там, он кушать готовит. Он супчик варит. Он супчик варит. Ну да, он-то варит. А ты тогда зачем позвонил-то? Да я вот хотел узнать, вот как у вас дела и вот сообщение пришло от вас, то что вот Пасха будет 8 апреля, воскресенье. И это Пасха будет, мероприятие будет тут, в вашем доме? Да. Не в доме, а где молились. Это не в моем доме. В доме, где я смотрел тут голубенка маленького. А, так понятно. Вот там будет, да? Да, где молились, где у нас обед был. Да. Ну вот хотел спросить, как у вас дела, вот как голуби, как кошки, как Володя, как Никита. Это пустое. Кошки все на месте у меня. Как бабушка? Как вы способны, нет, прийти? Желание есть, нет? Ну, у меня желание очень большое. Вот я хочу прийти в воскресенье свободный день. Ну так поговорить надо. С отцом надо поговорить. Нет, ну он вроде согласен. А я не слышал его. А, ну, поговорю я с ним. Так, я Володя... Слышишь, Володя, я же сказал, ну фонарь включи-то. Ты даже не подошел. Мне двигаться очень трудно, я привязан этим. Во, вот так освещено лучше. Да. Добрый день. Так. Так. Насчет этого говорили то, что будет уроки занятия. Пупков Сергей будет вести занятия. Вот и насчет этих занятий, они будут как по скайпу, они бесплатные же будут? По скайпу. Я же вам скинул, как приходить к нему. Зайти, чтобы вас там зарегистрировали. Ну, позвоните ему. Хотя бы минут за пять, может быть, за десять до шести часов по-нашему. Так. Ну понятно. Самому там ничего не надо. Только ему дать знать, попроситься, чтобы он сделал. Самому ничего не нажимать. Такая система, что она одновременно всех вырубит. Да, вот хотел спросить вот насчет вот эти Пасхи, вот богослужения, вот этого и… Ну, я все расскажу, когда будете здесь. Угу. Вот Евангелие, которое дали, вы послед… Четыре Евангелия и последние главы прочитайте в курсе, что было. Как Христа распяли, как Он воскрес, самоподробно все написано. Так? Да. Отец, а далеко? Нет, он недалеко. Ну, позови тогда его. Окей. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Вот, вы сказали мне, это, надо, это, похудеть. Да. Вот постный суп готовили, постный. Постный. Вот, вы сказали, лук не надо жарить. В одном ролике я видел, что вы сказали, лук не надо жарить. Сейчас я его отключу. Не надо. В нем витаминов никаких нет, только запах остается. Да, вы сказали, что лук не стоит жарить. Вот, готовлю постный суп. Вот. Вот. Вы мне сделали замечание. Вот. Если приедете, потеряешь, еще вот это, лишний вес уберешь. Ну, спасибо вам большое, огромное. Так, теперь слушайте, относительно растительного масла, оно термической обработке не поддается. Когда вы все сготовите уже, тогда только когда с плитки снимете, тогда растительное масло можно подливать. На нем не жарьте. Да. Кто я знал людей, у всех рак желудка и рак кишечника. Да, да, да. Это очень опасный продукт. Так. Вот. Вот. Мы же, вот когда были первого числа, первого апреля, вот, многие могут даже не поверить, очки принеси мой. И, конечно, большое, огромное вам спасибо. Много примеров мы с вас берем. И даже насчет не только еды, воспитания, вот, и поведения, все, вот, даже, много что, даже, вот, что ты кушаешь? Похожи. Зелень он кушает, зелень, укроп. Как кролик маленький. Укроп кушает он, укроп. Укроп, петрушки, вот, вот. И мы смотрим, как вы питаетесь, в общем, очень здоровое питание, так сказать, вот. И вы сказали, надо жить крайне экономно. Да. Восьмого апреля, мне очень, вот, 20... Сейчас, что, иди сюда, сюда. Сюда, иди. Восьмого апреля в 22.00, вот, в доме, где мы молились, ну, будет праздник. Ну, это в это время будут считать. Да я не апостолов. А уже ровно с 24 уже начнется богослужение. Но батюшки не будет. Он приедет только в понедельник утром. Потому что... А батюшка, он, он уехал по Теряевку, я когда попрощались мы, да. Он там и живет. Одну неделю он там служит, одну здесь. Он все время туда и сюда ездит. Да, 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 да. Он уезжал, мы попрощались с батюшкой, да. Он, это, сказал, что он живет, это, по Теряевке, там очень много у него хозяйства. Да, поэтому мы это... Спросил я у него, да. У него овечки, барашки. Да, да, овечки, барашки очень много держит. Вот к вам приеду, вот, по Теряевке, я у него куплю, наверное, одну барашку. Да, да. У него скотина благословенная, очень хорошая. У нас интересно, когда мясо продавали здесь, то не на базаре, а на предприятиях, вот, управление железной дороги. И они мне потом говорят, какое мясо у вас, запах, как полевые цветы, ни пены, ничего нету. Скотина благословенная, и она пасется, ей комбикорм не дают. Да, да, да. Я знаю, я к этому, я знаю, что уверен к этому, да. Знаю, что так она и есть. У нас отец... Ну, как у вас дела? Как ваше здоровье? Как там Никита, как Володя, как Сергей, как там бабушка, как... Все, все. Я хотел сказать, у меня отец, он был пастухом. Сорок лет. Он, когда пас овечек, овечек было много, ну, у людей, которые там тысячи-полторы, может, овечек было. То, интересно, начальник милиции, от нас это 35 километров, казах был. Казах. И он, начальник милиции, тайно, ночью привозил своих овечек. Потому что не разрешали брать ниоткуда. А у него брал отец... Так у отца был один недостаток, когда он пас. У него овечки были, жиром заплывали. Он знал, когда пасти, когда напоить. А начальник говорит, нам таких овечек и надо. А тут, говорит, отдаем, они дохлые, как кролики. А их отцу привозили. Он очень добросовестный был. Он по часам смотрел по солнцу, где сколько кормить. Вот у людей, которые пастухи были, он пять овечек сдал, пять получил. А у отца было так, пять сдал, десять получил. Объягнется, ягненок болеет. Он из соски его кормит, но все равно выходит. Он был от Бога пастух. Понятно, понятно. Ну, в общем, я сегодня... Нурсултан говорит мне... Я вот с работы пришел, вот, и я говорю, как там это самое... Какие там у тебя новости, что там, как школа... Сегодня первый день в школу пошел после канюковой в гимназию. Я говорю, он говорит мне, надо позвонить, говорит... Вообще-то, Игнатий Тихонович сказал, надо писать, говорит, писать. Я говорю, ну-ка, напиши... То есть, разрешение, чтобы вам выйти на видео... Да, 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 да. Он, видите, у него какой память. Я говорю, ладно, ты напиши. А там ответа нет. Вот потом, говорит, он увидел это самое воскресенье. Как что? Ну, воскресенье будет богослужение, вот, все такое в 10 часов вечера. В субботу, в субботу в 10 часов вечера. А, в субботу, что ли? В субботу, в субботу. Потому что будут читать только одну книгу, Деяния апостолов. А уже ровно с субботы на воскресенье в 24 часа начнется богослужение. Ну, и примерно у нас без батюшки оно будет короче, часа полтора. После этого у нас будет общая трапеза. Уже все будет такое молосное, там и мясное, и молочное. А после этого детский концерт они готовят сейчас. Ну, я спросил, я думаю, что Нурсултану-то как понравится это? Понравится, понравится. Вот поэтому, вы знаете, вот вы написали... Извините, я вас перебью, прошу прощения. Он, вы написали вот это сообщение. Нурсултан говорит мне, я немедленно, говорит, позвоню Игнатию Тихоновичу, говорит. Вот, позвоню, говорит, мне, говорит, отец, давай, говорит, поедем, поедем, поедем. Я говорю, ну ты как-то перед паровозом не беги, говорю. Ты сначала, говорю, позвони, дозвони, спроши разрешения. Игнатий Тихонович любит, не любит, когда без приглашения. Вот, поэтому вот, пожалуйста, спрашивай разрешения. Чтобы отец был всегда, одному не заходить, это запрещается. Я приду, я приду, Игнатий Тихонович, я приду. Как говорится, вы знаете, да, вы говорили русские поговорки, многие говорили, что работа не волк, лес не убежит. А у нас такое стихотворение есть один, Федор Фомулевский был, малоизвестный поедет. Он говорит, работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, да будет пускай, так нужно работать, мы дружно давай. Я хотел спросить, можно вас официально попросить прийти к вам в субботу в 10 часов вечера? Ну-ка. Вечера? Вечера, да? Это вечера 10? Так и нужно попроситься, чтобы мы не навязывались. А кроме того, отдельно с ребенком без отца. Нет, вы не навязываетесь, вы не навязываетесь. Почему? В 10 часов вечера? Да. В 22.00. В 22.00. Можно чуть пораньше приехать, потому что в это время у нас будет чтение. А ровно в 24 часа во всех храмах будет богослужение пасхальное. Ну вот в субботу, а в воскресенье у него выходной у Нурсултана. А в воскресенье вы, если на машине приедете, то от нас вы выйдете, ну часа в 4, наверное, уже поедете домой утром. Ничего страшного, ничего страшного. Утром, когда уже все закончится, мы там трапеза будет, трапеза еда, а потом концерт. И после этого, кто может расходиться, кто-то поедет, кто-то останется ночевать. Понятно. Так что в субботу, в субботу запомните. В субботу 22.00, то есть в 10 вечера. Ага. Все понятно. Мы вас знаем, уже паспорта ничего не надо, уже все мы знаем. То есть с документами, паспортами не стоит приезжать? Все, больше не надо нигде. В Потеряевке, когда будете, первый раз, там надо записать будет, там своя организация. Понятно. Да. Я вот, я вижу, у вас там, это, сзади паля там, паля, кошка ходит. Вот. Видно, что ли? Да, видно, видно, вот сзади у вас там. А я сегодня обоих буску и эту, рыжую, приносил сюда. Они у меня все трое были. Вот она. Вот. Паля выросла. Мы, знаете, ваши ролики смотрели, когда был паля. Маленькая, маленькая еще. А вы свое вчера, как были, собрание-то посмотрели? Да, посмотрели. Смотрели. Мы все посмотрели. Ну, хороший получился? Ох, да, очень, очень хороший. Игнать Тихонович, очень все хорошо. Мы не добавляем, не переделываем, мы не умеем. Поэтому у нас оно идет, как было, так и есть. А вы знаете, Игнать Тихонович, мне очень понравилось, что у вас нет монтажа никакого. Никакого. Монтажа нету. Да. То есть, никакого фальшивки, никакого там, как говорится, люди, некоторые шифруются. Видите, у нас как есть. Да. Вот интересно, у меня, когда первые восемь книг вышли, то выступал проректор университета АГТУ. А это большой университет, это 22 тысяча студентов. Ну, и вот на эту презентацию моих книг пришел этот проректор, вот, Семкин, Борис Васильевич. И он говорит, вот, я, говорит, Игнатий Тихонович, давно хорошо знаю. Вот, когда разговариваешь с автором, кто книги пишет, они, говорит, лукавят. Он не такой, как пишет. А здесь, говорит, как пишет, такой он и есть. Я, вот, мне вот это, что понравилось, что никакие там, это, монтажа нету, никакие вот, еще там программа у вас вашей ведет там, я не знаю, вот этот, который вот, Никита знает, Никита его с Колесников запомнил, который вот, самое, критикует его. Вот. Ну, вот, в общем, мы тоже, как сказать, вот, мы не шифруемся ни от кого, мы, как говорится, а от кого скрываться нам? От кого? Так. Вот, когда к нам приходите, к вам одно правило, чтобы у вас рубашки были под поясок. На выпуск. Не в брюки заправлены, а вот так вот. Под поясок. Вам видно? Видно, видно. Ну, какой, широкий или ремень, там разницы нету. Ну, чтоб обязательно был пояс. Все, Игнат, ага. Игнат Тихонович, я это все понял. Говорят же, у русских такое, это, поговорка есть или пословица, как там, нечего, чужой монастырь со своим уставом. Вот. Да, не входят. Да, да, все понятно. Русские всегда так, а возьмите, допустим, у казахов, у них тоже кушак такой большой, они тоже с поясом. В армии, в милиции, везде с поясами. Без пояса это распоясывающийся хулиган называется. Все, будет как вы говорите, так и будет. А тут еще никакой труда-то нет никакого. Нет, нет, нет. А ремень, а ремень можно кожаный ремень? Можно, можно. Что угодно, лишь бы рубашка была на выпуск, не в брюки, а вот так сверху вниз. И пояс. То есть ремень можно кожаный, да? Можно, можно, поверх рубашки. Не брюки, а поверх рубашки. Вот так вот. Все понятно. Вот так вот. Тут еще какое дело. Вот я был в Латвии. Ну и я спрашиваю, а сколько вы живете здесь? Они говорят, 20 лет. И 20 лет еще по-латышски не знают. А я только приехал, с первого дня начал изучать язык. Поселился в общежитии с латышами, на работе в латышскую бригаду. Газеты начал читать, по радио слушать. И национальные обычаи. Так они не знают, куда тебя посадить. Одесская, ты их спрашиваешь, куда пройти? Он вот так вот показывает. Туда, туда, туда иди. А я говорю, а вы так к ним как относитесь? Почему вы не узнали, какие обычаи у этого народа? Как они живут, как питаются? Ты же в их стране находишься. Понятно, понятно. Надо уважать, по крайней мере, с кем ты общаешься. А вы знаете, Игнатий Тихонович, вот мы в России живем. Я уважаю русскую культуру, русскую обычаю. И, как говорится, можно своими словами скажу своими. Я вообще уважаю русского брата. За русского брата я за все пойду. Да, мы все братья по Адаму. Бог сотворил так. Мы одной крови все. Да, да. А вот лица, какие там языки, это от Вавилонской башни. Вот до потопа прошло от Адама тысячу шестьсот пятьдесят шесть лет. А как только потоп закончился, еще семьсот двадцать один год прошел, люди строили башню. Лишили их там, вроде как, до облаков добраться там, до Бога. Но они хотели, да. Они до Бога, до космоса хотели добраться, но Бог об этом узнал, и он спешал все языки. Это наказание было. Там все языки пошли оттуда. Можно высчитать сколько лет. А сын у меня много что знает. Ну, это очень полезно. Да. Я вчера посмотрел, как он считает, так у нас некоторые, ну, считают-то хуже. А он нормально вчера прочитал, кстати? А? Он вчера нормально прочитал? Отлично. Не то, что там, а просто отлично. А? Ну, с помощью Бога, слава Богу. Ну да, слава Богу. Слава Богу. Вот. Вот. Я одному Богу молюсь, чтобы это мой наш, это Нурсултан, мой сын, чтобы стал на правильные пути, чтобы он был такой воспитанный. Да. И чтоб такое это. Игнать Тихонович, мы от вас много пример берем. Вы пример не только для моего сына. Я вам еще до этого говорил. Вы пример на всю Россию, на всю мир, честно сказать. Ну, дай Бог, чтобы все исполнилось. Дай Бог. Значит, давайте повторим. В субботу. В субботу. В десять часов вечера вы уже приезжаете. Что-то считать будут. Даже может, вот он... Султан может почитать. Можем даже дать, чтобы он посчитал Евангелие там. Да, давайте. Вот, он очень хорошо считает и просчитает там несколько глав. Там будут стоять люди рядом. Вот, это издеяние апостолов. А ровно уже в двенадцать мы начнем молиться. Вы можете стоять там, как сердце ваше расположено. Все у нас по-русски, ну, по-славянски маленько где-то там непонятно будет, но неважно. И сразу мы переходим в трапезу, туда сестры уже все приготовят. Это у нас обед будет где-то, наверное, с полвторого. Ну, мы можем молиться по-своему или как? Можем, молитесь. Как у вас, сердце ваше расположено. Как можете, так и есть. У нас полная свобода. Спасибо. Я знаю, у вас... Рот закрывает. Понял? Рот закрывает. Рот закрывает. Рот закрывает. Да, было замечание. Было это замечание, помните, да, когда мы это... Я и приучаю ребятишек, чтобы все они знали. Ага. Вот у нас в лагере ребятишки висит там... Специально написано, кто президент, кто премьер-министр, там, кто губернатор, кто изобрел телефон, кто интернет. Взрослые приезжают, учителя и не знают кто. У меня ребятишки все отвечают. Понятно, понятно. Ну, ладно, тогда мы вас беспокоить не будем до субботы. Вот. Привет, как говорится, я не знаю. Вы слышите меня, нет нас? Я слышу, слышу. Я слышу. А вот, ну, султан звонил, думал, хотел... Привет передавайте. Я сказал вам. Он уже сказал, да? Да. Еще раз здесь. Ну, я привет тебе передаю. Никак не забудьте, что именно в субботу, в десяти вечера сюда подъедете. Мы можем, если машин будет не так много, машину загоним вовнутрь, чтобы она наружу не была, а то ночью могут схулиганить. Ага. Ну, хорошо, хорошо. Мы на машине подъедем. Да. И мы машину постараемся загнать сюда, а ворота у нас запираются. И дежурные. У меня машина... Игнат Тихонович, у меня машина большая, мешать не будет? Ну, посмотрим. Мы посмотрим, что у нас дежурный будет на улице меняться по очереди. Да вы что? Да. Да. Да меня тоже дежурным поставьте. Да нет. Вы будете там внутри. Вот. У нас строго задают. У нас никто там не просит около церкви. Мы узнаем нужду и заранее помогаем человеку. А чтобы выходил и стоял там где-то, у нас это не положено. Ну, хорошо, ладно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Мы думаем, что на ютубе увидим вот этот разговор наш. До свидания. До свидания.